Ира, как давно ты болела? Ой, Стефан, твоими молитвами болела я, конечно, давно, но хотелось бы, чтобы этот момент меня миновал. Но я слышала, что всё-таки каждый год практически наступает сезон гриппа и других инфекций, которым поддаются не только взрослые, но и дети. Да, в сезон холодов, похолодания разгуливаются вирусы, и одним из наиболее опасных является как раз-таки вирус гриппа. Знаешь, откуда я владею этой информацией? Вот спроси меня. Вот спрашиваю, откуда? А вот специально для нашего эфира и для людей, конечно, для наших зрителей, чтобы они подчеркнули для себя некоторые моменты, как оставаться зимой, осенью здоровыми, не болеть, вместе с командой Первого Крымского мы подготовили специальный репортаж, который дальше и покажем. Даже с наступлением холодов обойтись без дорогостоящих таблеток и лечения от вируса гриппа можно, уверена Елена Назарчук. Главное – пройти вакцинацию. В прошлом году мы сделали прививку от гриппа, зима пришла нормально, никто не заболел, ни я, ни ребёнок. В этом году мы будем делать только ребёнку прививку, потому что, как я, не могу в положении. Кроме того, прививку от гриппа нельзя делать тем, у кого повышенное давление и температура. Во время предварительного осмотра участковый врач проверяет все эти показатели. У вас есть аллергия на куриные яйца? Хорошо, тогда прививка у него разрешается. В состав вакцины входят компоненты куриного белка, а потому каждый посетитель должен рассказать о наличии или отсутствии аллергии. После того, как осмотр прошёл успешно, направляемся в прививочный кабинет. Противопоказаний, кстати, у вакцины нет, закупают её у отечественного производителя даже из-за рубежа. По словам врачей, большинство симферопольцев проходят через эту процедуру не впервые, а потому заходят в кабинет без лишних переживаний. Здравствуйте! Процедура занимает всего несколько минут, а пройти её необходимо именно в сентябре. По статистике, эпидемиологический сезон, пик опасности заразиться вирусом гриппа, начинается с середины ноября по декабрь. А иммунитет к недугу вырабатывается за два месяца после вакцинации. Пройти процедуру бесплатно могут все желающие. В рамках прививочной кампании сотрудники 4-й симферопольской поликлиники получили почти 30 тысяч ампул с препаратом. 45% от населения мы должны привить от гриппа. Я хочу призвать всех жителей Симферополя и Крыма сделать данную прививку от гриппа, потому что это убережёт в дальнейшем от заболевания, не дай бог, ещё будут осложнения. Грипп опасен своими осложнениями. Даже сделав прививку, минимальная вероятность заразиться вирусом остаётся, акцентирует внимание врачи. Однако в таком случае болезнь пройдёт в более мягкой форме, без затяжного периода выздоровления и реабилитации. Стефан Филатов, Алексей Староженко. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова